Какую пропажу вернули британки спустя 30 лет? Могут ли кулинарные пристрастия передаваться по наследству? И из чего польские ученые научились делать топливо? Об этом в нашем международном обзоре. Во время ремонта в одном из манчестерских клубов рабочие нашли бумажник, который пролежал за батареей 30 лет. В портмоне была ID-картка Элизабет Сары Дейл, пропуск в библиотеку, чековая книжка и 12 пенсов. Владелицу пропажи разыскали. Сейчас Элизабет 51 год, она работает адвокатом и живет на юге Лондона. Ту ночь, когда потеряла кошелек, забыла. Но твердо помнит, что в клубе Оу Туриц всегда были классные танцы и дешевое пиво. Султан Бруней отмечает золотой юбилей своего пребывания на троне. Празднование 50-летия у власти Хасанала Балкиаха, одного из самых богатых людей мира, продолжается уже несколько дней. На пышный банкет в самом большом жилом дворца мира были приглашены мировые лидеры и представители дружественных Бруней у государств. 71-летний султан занимает второе место после королевы Великобритании по продолжительности пребывания на престоле среди ныне сживущих монархов. Американские ученые из университета штата Иллинойс выяснили, что отказ ребенка от какой-то конкретной еды может иметь наследственный характер. В ДНК человека обнаружили два участка, которые влияют на повышенную чувствительность к некоторым вкусам. Один из них подсказывает, какая еда понравится, другой, напротив, что именно не принесет удовольствия. Были исследованы пищевые предпочтения более 150 детей. Казалось, что именно благодаря генам сильнее чувствовался горький привкус в некоторых продуктах. И такое угощение для ребенка было менее привлекательным. Испанская полиция задержала судно с почти четырьмя тоннами кокаина. В спецслужбы тормознули корабль на траверсе в 900 километрах от Канарских островов. Три тонны 800 килограммов высококачественного наркотика были спрятаны в хитроумном тайнике под Камбузом. Обнаружили кокаин с помощью специально натренированных собак. Задержаны все семь членов экипажа. Новый экономный и эффективный способ перерабатывать пластик в бензин изобрели польские ученые. Они выяснили, что если не пережечь пластик, то полученное сырье будет намного качественнее и экологичнее. Результат труда ученых протестировали в Варшавском институте автомобильной промышленности. Пластиковое топливо соответствует всем требованиям Всемирной топливной хартии. Его изготовление планируют поставить на конвейер уже со следующего года.